Если не приглядываться внимательно к этим милым домикам, то можно только позавидовать тем, кто будет в них жить. Однако все меняется. Стоит подойти поближе. Покрытие облетает, цементную отмостку вокруг строений можно расковырять руками, что и сделал один из депутатов. Но самая удручающая картина внутри. От сырости внутреннее убранство пришло в негодность. Ни о каком детском отдыхе в таких условиях не может быть и речи, считают парламентарии. Как оказалось, в проекте не была предусмотрена система вентиляции, не говоря уже о дренажной. Здесь когда-то находился детский пионерский лагерь. Соответственно, сколько-то лет не использовалась земля. Сегодня мы понимаем, на момент строительства таких у нас не было, чтобы родники там выбивали. Сегодня оно видимо. И понятие есть, что необходимо делать водоотвод со всего земельного участка. В невозможности эксплуатации лагеря заказчик в лице Долинской администрации сначала обвинял подрядчика. И строители несколько раз устраняли замечания. Затем мэрия пригласила независимых экспертов. Те пришли к выводу, что вина в большей степени лежит на проектной организации. Чтобы лагерь смог принимать детей, нужно монтировать вентиляцию в домиках и строить дренажную систему. Сделать горизонтальную гидроизоляцию фундаментов, заменить внутреннюю обшивку стен на новый материал, потому что ГВЛ уже подмоченный, он уже дальше к эксплуатации никак не пригоден. Лагерь на месте бывшей пионерской здравницы «Теплая долина» возник по итогам инициативного бюджетирования. Из областного бюджета выделили средства – 100 миллионов рублей. Местная администрация выступила заказчиком. Такой подход больше не допустим. И проекты будем запрашивать. Мы сейчас запросим у Минобразования все проекты, если есть такие, по новым корпусам, по новым летним оздоровительным лагерям. И подключим наших Минстрой и контролирующих органов. Проводить вентиляцию и делать дренажную систему будет компания, которая выиграет конкурс. Долинская администрация должна разместить аукцион в ближайшее время. Власти уверяют, что в августе лагерь будет готов. Евгений Коньков, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.